7 класс 36 серия графический способ решения систем уравнений надо построить графики каждого из уравнений системы а затем найти координаты точки пересечения координаты точки пересечения и будут являться решением системы так ну давайте рассмотрим на примере график первого уравнения вот y равен x плюс 1 график второго уравнения y равен минус 2x плюс 4 прямые пересекаются и координаты точки пересечения по оси абсцисс 1 это первая координата а по оси ординат 2 значит решением данной системы является вот числа 1 x равен 1 а y равен 2 вот мы графически нашли решение данной системы на плоскости возможно три случая взаимного расположения двух прямых прямые могут пересекаться если они пересекаются то они имеют одну единственную общую точку и координаты этой точки и будут являться решениями системы и система в таком случае будет иметь единственное решение прямые на плоскости могут быть параллельны если они параллельны то они не имеют ни одной общей точки система решений не имеет и третий случай когда прямые полностью совпадают в таком случае система имеет бесконечное множество решений потому что координаты любой точки из значит которая принадлежит этой прямой первая координата это значение x 2 координата значение y прямая бесконечно и система будет иметь бесконечное множество решений первая задача решите графически систему уравнений давайте построим график первого уравнения можно записать вот в таком более привычном виде y равен минус x плюс 5 мы с вами умеем строить график линейной функции так это первое второе y равен y равен x минус 1 вот мы в таком виде представили уравнение системы так удобнее строить график так для построения графика графиком является прямая достаточно найти координаты двух точек так давайте определим координаты сначала для первого уравнения если x равен например 1 у равен 4 давайте сразу отметим x 1 у 4 первая точка так а если x равен например 2 y равен 3 2 . так строим прямую прямая проходит через эти две точки так это график первого уравнения так теперь строим график второго уравнения вторую прямую значит достаточно найти координаты двух точек так ну допустим если x равен нулю вот подставляем сюда ноль значит y минус 1 давайте отметим вот эта точка 0 минус 1 а если x равен одному то y равен нулю вот вторая точка и строим прямую прямая проходит через две точки прямые пересекаются имеют единственную точку пересечения опускаем перпендикуляр на ось x на ось абсцисс находим первую координату x равен 3 а теперь опускаем перпендикуляр на ось ординат находим второе значение значит y равен двум и так x равен 3 у равен двум вторая задача решите графически систему уравнений так давайте запишем уравнение вот в таком виде у равен так удобнее строить график у равен x минус 1 у равен x минус 2 эти прямые будут параллельны действительно давайте построим эти прямые и мы убедимся в том что они будут параллельны потому что коэффициенты при x одинаковые прямые будут параллельны а значит решений системы не имеет так давайте построим график первого уравнения так если x 0 y минус 1 если x 1 y 0 вот строим прямую так вот это график первого уравнения так теперь второе уравнение если x равен нулю у равен минус 2 если x 1 y минус 1 вот и строим вторую прямую вот эти прямые параллельны параллельны они не пересекаются не имеют ни единой общей точки значит данная система решений не имеет третья задача решите графически систему уравнений обратите пожалуйста внимание что если разделить обе части на 2 то получится первое уравнение ну либо если первое умножить на 2 левую часть и правую часть то получится точно такое же уравнение прямые полностью совпадают и данная система имеет бесконечное множество решений давайте построим эту прямую так у равен минус x плюс 3 второе уравнение точно такого же вида у равен минус x плюс 3 после преобразований так давайте построим если x равен нулю у равен 3 первая точка ну а если x 1 y плюс 2 две точки достаточно для построения прямой строим прямую прямые полностью совпадают и все точки этой прямой будут являться решениями ну вот давайте одно из решений назовем ну например вот эта точка координата по x 3 а по y 0 значит вот это одно из решений 3 0 а вообще бесконечное множество решений имеет данная система о том что 26 века 23 0 а 23 0 25 0 25 0 22 0 27 0 00